Здравствуйте, меня зовут Илья Сеевич Светлана Константиновна, я врач-педиатр медицинского центра Кровира. Сегодня хочу обсудить с вами важную тему, которая беспокоит всех уже не первый год, это COVID-19 или коронавирусная инфекция. Хочется сказать, что в последнюю волну дети стали болеть чаще этой инфекцией и переносят ее более тяжело, чем ранее. Поэтому актуальными остаются вопросы профилактики. То есть не забываем о том, что приучать детей надо мыть руки, соблюдать правила личной гигиены, не пользоваться чужими вещами, сохранять дистанцию между людьми. И хоть дети правильно не умеют носить маски, все-таки прививать им навыки правильного ношения масок. Потому что, как бы некоторые скептически не относились к этому вопросу, ношение масок действительно снижает вероятность заражения вирусными инфекциями, в том числе COVID-19. Проявления этой инфекции могут быть самые разные. Может быть повышение высокой температуры, могут быть респираторные проявления, то есть насморк, кашель. Может быть жидкий стул, могут быть симптомы менее выраженные, могут быть более выраженные, может сыпь даже какая-то появляться. То есть на первый взгляд эта инфекция может быть похожа на любую другую вирусную инфекцию. Поэтому довольно трудно на первый взгляд поставить диагноз. Но тем не менее лечение на первых этапах, оно не отличается от лечения любой другой вирусной инфекции. То есть ваша задача при проявлениях вирусной инфекции поить ребенка прежде всего, контролировать температуру, при необходимости давать жаропонижающие средства. И так называемая посимптомная терапия. То есть если надо, увлажняем нос, капаем, чтобы дышал. Если есть дискомфорт в горле, пьем полощем горло. И если есть кашель, доктор назначит, возможно назначит лекарства, которые нужны, чтобы облегчить этот кашель. То есть хочу подчеркнуть, что эффективного противовирусного препарата, который вы можете принимать дома на сегодняшний день от COVID-19 еще нет. Поэтому не стоит скупать в аптеке всевозможные противовирусные препараты в надежде, что это поможет предотвратить или облегчить течение этой болезни. В любом случае, если вы видите, что не справляетесь с температурой, что у ребенка тяжелое состояние, что ребенку тяжело дышать, незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью, даже если накануне врач вас уже осматривал. Берегите себя и будьте здоровы!